Эпоха хрущевской оттепели Экспонируемые в залах Третьяковской галереи на Крымском валу Передают атмосферу поиска и надежд их поколения Все тяжеловесное наследие сталинского стиля подлежало замене Упрощался быт, мода, прически Молодежь с демонстративной легкостью переносила неудобства нового строительства Стремилась к романтике и далеким горизонтам Здравствуйте! Мы вновь находимся в студии Третьяковской галереи Буквально через пару дней мы уже узнаем имя чемпиона мира по шахматам А здесь, в нашей импровизированной студии, мы продолжаем проект, который называется «Шедевры Третьяковской галереи» Здесь мы говорим о русской живописи, о русской культуре и о тех шедеврах, которые хранятся в Третьяковской галереи И сегодня мы будем говорить о таком пласте русского искусства, которое, может быть, не очень известно и не очень-то пользуется популярностью Почему-то? Вот почему, я думаю, мы сегодня и попытаемся понять Я с удовольствием представляю свою сегодняшнюю собеседницу, заведующую отделом живописи второй половины XX века Наталью Александрову Наталья Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! Мы сейчас будем говорить о второй половине XX века То есть, буквально, вот первая работа, с которой мы начнем, это 48-й год 45-й, 45-й, извините Как раз вот практически календарная середина века Мы закончили предыдущую программу Кандинским, Малевичем Это была абстрактная живопись Малевич, можно сказать, вообще поставил такую жирную квадратную черную точку Попытался, по крайней мере, поставить Но вот проходит несколько десятилетий И мы видим, что наши русские художники пишут картины, которые можно назвать вполне традиционными И явно в них прослеживаются какие-то отголоски русского пейзажа, передвижников Вот объясните, что вдруг произошло? Почему люди увлеклись совершенно другим? Не продолжили вот эту вот идею разработки Малевича и Кандинского? Ну, конечно, во-первых, программа, которая идет, она очень интересная Но она, конечно, построена по определенной схеме И в живой жизни, в живом потоке искусства, и особенно в советском искусстве Никакой точки Казимир Северинович как бы поставить не смог Тот гениальный эксперимент, который внесло в мировое искусство творчество русского авангарда Во многом остался экспериментальным, великим экспериментом как бы мировой культуры Но, понимаете, есть традиции и есть традиции И, конечно, вот вся проблема искусства второй половины, которая не имеет непосредственно отношения к нам Она связана с главным вопросом, я считаю, уже современным Кто мы вообще такие? Вот вопрос некой собственной идентификации Не только национальной, но и ментальной Я считаю одним из главных вопросов современности вот уже 20-х годов, 21 века И, может быть, в этом смысле, когда мы заглядываем в середину нашего века, возвращаемся к нему Мы можем себе позволить по-новому взглянуть на это время И что-то там почерпнуть для себя Ну, давайте тогда посмотрим, как пытались самоидентифицироваться в середине 20 века Мы начинаем вот с этой работы, которая называется «Синокос» Художник Аркадий Александрович Пластов Аркадий Пластов Это 48-й год 45-й год Опять я оговорился, да что ж такое Почему-то у меня вот засело 48-й год Видите, вот в вашем сознании это уже какой-то момент послевоенный прошел Да Уже что-то восстановилось Потому что то, что вы видите на его... Здесь есть какое-то такое спокойствие и какая-то такая радость Что кажется, что война уже где-то в далеком прошлом Я, кстати, хочу, извините, нашим телезрителям, нашим зрителям, которые смотрят нас из других стран И, может быть, не очень хорошо знают историю России, историю Европы В 45-м году закончилась Вторая мировая война И Россия, тогда Советский Союз, принесла очень серьезные потери Поэтому наша страна с огромным трудом восстанавливалась, с огромным трудом приходила в себя Закончилась война в 45-м году И вот мы видим, что в 48-м уже году у нас появились вот такие солнечные радостные картины На самом деле она появилась перед публикой в начале 46-го года На всесоюзной выставке Я хочу оговориться и немножко подкорректировать вас, Федор, принципиально Мы не просто перенесли потери этой войны Мы ее выиграли Это была крупнейшая победа Не только там политическая и как бы дипломатическая Но это была и победа всего народа И в частности для Аркадия Александровича Пластова Как мы видим из Синокоса Это оказался какой-то небывалый момент Такого наступившего на земле счастья Конечно, надо иметь в виду, что Вся жизнь Пластова, она связана с очень скромным селом русским Которое находится в Ульяновской области Село это теперь всемирно известно благодаря его творчеству Это деревня Преслониха Ульяновской области А тогда Симбирской области В которой он практически прожил всю жизнь Но что важнее для нас всех Собственно, жизнь этого села Она и стала образом всей его живописи И делом всей его жизни И в данном случае вот этот сельский Синокос Из тех, кто выжил, пережил Не погиб, не умер от голода Вернулся, в том числе, из фронта Кто вырос в военные годы Потому что одному из изображенных тут 15 лет Он и изображен пластовым на окраине деревни Преслониха Как видите, на стволах берез очень много старых ран Старых зачисток от того березового сока Которым, как говорится, пробавлялись эти жители В течение четырех военных лет Конечно, это был далекий тыл И в этом смысле Это не война в смысле военных действий Баталии и солдатских коллизий Но это тот дух нравственной победы Которую одержали в частности И эти люди тоже Вот если говорить о пластове Его же называют певцом Советского крестьянства Правильно? Во-первых, даже нам уже сейчас с вами Режет слух сочетания о советском крестьянстве Поскольку мы все знаем Что у нас речь шла только о колхозном крестьянстве Советского крестьянства как такового не существовало То есть были колхозы Во-вторых, конечно, это такой немножко Ну, как бы широко понимаемый Обывательский срез советского времени Поскольку как раз за представление жизни колхозного крестьянства Аркадий Александровича ругали больше всего А кто ругал? Ругали все В том числе официальная пресса Потому что колхоз не передовой А отстающий Он то не додавал план по молоку То не выполнял план по мясу И это для живописца такого уровня Всем казалось, что он мог бы выбрать Какой-то более передовой колхоз И запечатлеть жизнь именно ударников Но он же все-таки говорил нам не об ударниках Он нам говорил скорее о природе О людях, которые живут И которые могут просто взять косу И покосить Я уверен, что подавляющее большинство Современных жителей Тем более жителей городов Просто не знают с какой стороны к косе подойти Взял вот эту газонокосилку Я пыталась серпом Да, я пыталась серпом Серпом еще сложнее Серпом невозможно Ни в каком ключе И поэтому тут, конечно Пластов сам был прекрасный косец Но надо иметь в виду, что он вплоть до 30-х годов Его отпускали на академические выставки в Москву И он не имел паспорта до 50-х годов Он, как и все советское крестьянство Отпускался по справке на отхожий промысел Уже будучи членом Союза художников И с конца 40-х годов Избранным действительно членом Академии художеств Советского Союза Но мне было бы интересно с вами поговорить С этой картиной, как ни странно Более-менее понятно Потому что она очень эмоциональная И даже без подготовки Ощущаешь вот эту радость И этот эмоциональный подъем А вот другая картина Которая называется Весна Пластова тоже Вот она вызывает намного больше вопросов Это уже не 45-й год Это уже 50-е годы 54-й 54-й К этому моменту уже Сталина нет Правильно? Еще только нет Потому что прошел небольшой период Год прошел В 53-м его не стало В 54-м Ну там по месяцам год еще не пошел Ну, грубо говоря Он датировал ее как бы временем Когда он повез ее в Академию Но И вот, да Просто мы видим такую картину Достаточно неожиданную Которую, мне кажется Так ассоциативно уносит Вообще вот куда-то лет на 100-200 назад Почему она так далеко вас уносит? Коса же вас не уносит на 100-200 назад? Коса нет А я объясню Дело не... Черная баня? Нет-нет-нет Дело совсем как раз не в бытовой истории А дело вот в какой-то Вот в чистом В чистой такой Обнаженной фигуре Вот что-то вот скорее вот Фигура женщины вызывает такие ассоциации Дело не просто в обнаженной фигуре А в том, что здесь Пластов применяет принципиально другой ход живописный О котором он мечтает И о котором мечтают многие художники Он идет не импрастинистическим цветовым методом А обращается к так называемой Теории тональной картины То есть она построена на сочетании Теплого и холодного тона И при этом Это как бы сообщает ей Некий музейный Или более старинный оттенок Как видите Здесь есть всего несколько цветных оттенков Которые включают в основном Вот там зеленая варежечка Около девочки внизу Внизу была, да Да И фрагмент цветной ткани Все остальное Построено на том эффекте Потеплевшего солнечного света И солнечного света Еще холодного, зимнего Если сказать грубо Что-то уже оттеплело И в основном это связано Конечно с женщиной С ее семьей С вот этой соломой С прошлого сенокоса А что-то еще продолжает нести Следы вот этого холода Который, наверное, пробирает до костей Потому что вода, которая стоит рядом В ведре слева Она ледяная Для того, чтобы окатиться По нынешней Теперь уже традиции СПА Современного Вот, поэтому в этом смысле Это какое-то Природное СПА Очень много было нареканий Сластвовал Что такая бедная Прибедная Изба Это банная Что это Черная баня Так называемая Знаете, это всегда поражает Это вещь, когда мы слышим О том Какой пьющий Какой грязный Русский народ Как живут в деревнях И как вообще эти мужики Все с грязными ногтями Там все это косят И каким образом Вся эта сельская жизнь Проистекает Да еще в самый тяжелейший Период восстановления Если совхоз не был Процветающим в 30-е годы Можно представить Каково им приходилось В тяжелый послевоенный период Когда сразу И госзаказы И госзадания И всего остальное Но жизнь Вот жизнь, которую проживает Конкретный человек Она не очень колеблема Невзирая на то Что мы всегда думаем Что мы как-то подвижны Человек же очень часто Испытывает счастье вопреки Не благодаря ситуации А вопреки И может быть Вот это как раз Именно ощущение Даже больше Чем в Синокосе Вот такого Утраченного Счастья Утраченной возможности Созерцать мгновение Наталья Александровна Но тогда возникает вопрос Почему же Все-таки Этот период Так непопулярен Среди посетителей Третьяковской галереи На этот вопрос Тяжело вздохнули Знаете Во-первых Конечно Советское искусство Которое Вот я сейчас Смело так произношу Это сочетание Оно на какой-то Длительный период времени Заслужило Неприличные эпитеты И действительно В самом деле Очень много Из этого времени От чего мы смогли Отказаться Нас освободило От огромного количества Штампов И ментальных Идеологических Это справедливо Но Знаете Как раз Схема Перехода К все лучшему И лучшему И более развитому Искусству Она представляется Самой марксистской И гегелевской Если смотреть на нашу историю С точки зрения Структуры этого периода То мы Пока не видим Что же все-таки У нас сохранилось С этого времени Ну Кроме пионерского детства Которым тоже Все гордятся По-разному Так сказать А я считаю Что внутри Этого периода Была Как бы Некая структура С костяк Нашей ментальности И культуры Который как раз Благодаря живописи Аркадия Александровича Сохранился До наших пор Кто-то не хочет Это признавать Это тоже Политические Трактовки Интерпретации Но к сожалению Вот это 28-й зал Экспозиции На Крымском валу И честно сказать Мы и долго совещались Но Сегодняшнюю Вот эту Нашу Нашу программу Мы построили Прямо по ходу Этого 26-го Зала Но можем ли мы Говорить о том Что вот как раз Аркадий Пластов Был Ну не то чтобы Родоначальником Но по крайней мере По его стопам Потом пошли еще Другие художники О которых мы сегодня Будем говорить Знаете Наша программа Это тоже схема Он не был Учителем Никого из них Он в прямую Не преподавал Но сама личность Пластова Который очень долгое время Интерпретился Как деревенский мужик Который пишет Колхоз Дремучих Бородатых Дядек Она совершенно Оказалась заслонена Советской пропагандой Идеологией Интересно Что как таковой Колхоз Он не писал Он писал Скажем так Деревню В исконном Библия Библейский цикл жизни Знаете Он получил Несколько высших Образований В царское время Он читал Библию на латыни И на греческом Он по-моему 903 года Нет Он родился В 90-е годы Но он получил Он окончил Симбирское Духовное училище Он окончил Духовную семинарию А у него же отец По-моему Иконописец У него отец Дед И прадед По семейной легенде Иконописцы И строители Не образованные Но Вот та церковная Карьера К которой он готовился Она не была реализована Именно в связи с тем Что он принял решение Быть живописцем И учился еще В московском училище Живопись Вояне Зодчество У Архипова И у старых художников Потом жизнь его Сильно корректировала В советское время Поскольку он был Очень грамотный Он там Плоть до того Что комбедом командовал Писал грамоты Был писарем Но все-таки В результате Он Исполнил Своё предназначение Вот в таком качестве Ну вот Об остальных художниках Которые Ну Не то чтобы пошли По его стопам Но вдохновлялись Можно так сказать Мы поговорим уже В нашем следующем Включении Если вот Описать Прежде чем мы уйдем Из эфира Вот если в двух словах Как вы можете описать Вот это направление Цельное поколение Тех мальчишек Которые вошли В искусство Именно одновременно С Синокосом Все они Появились В художественной жизни Страны В конце 40-х годов Это шестидесятники Это шестидесятники Которые мы долго слышали Спасибо Я напоминаю Что сегодня Мы общаемся С Натальей Александровой Заведующей отделом Живописи Второй половины 20-го века Мы вернемся В эту студию Ну примерно Через час И продолжим говорить Уже о других Представителях Послевоенной живописи Советского Союза Там много Интересного И неожиданного Я думаю Откроется для вас